всем привет вот он автомобиль honda civic 2001 года выпуска это мой автомобиль езжу я на нем уже 2011 сейчас 2018 то есть почти семь лет один раз я уже здесь менял ремень ремень грм имеется ввиду пришло время менять его уже и второй раз смысла менять автомобиль пока не вижу потому что по деньгам как бы не получается ну и он меня полностью устраивает последний раз я менял ремень грм сейчас скажу точно не точно примерно плюс-минус там пару тысяч 90 тысяч назад то есть вот этот ремень грм у меня прошел 90 тысяч теперь мне необходимо его поменять сейчас я буду делать все подробно чтобы было понятно потому что многие видео смотрю в интернете вроде подробно подробно потом раз в руках оказывается шкив коленвала как его откручивали непонятно ну и в таком духе поэтому постараюсь все снять подробно видео будет длинным сразу говорю кто не любит длинные видео не смотрите может быть это покажется скучным скучным но сразу говорю буду снимать подробно потому что как бы для себя снимаю что то надо посмотреть будет распил перематываю смотрю сам для себя какие-то нюансы основные какие здесь будут действия первым делом нам нужно снять крышку грм крышку крышку грм клапанную крышку крышку клапанов чтобы ее снять нужно снять катушки которые действительно под чехлом вот я не знаю буду не буду снимать фильтр посмотрим сначала попробую без фильтра снять следующее обязательно снять вот этот вот ремень ремень генератора и ремень кондиционера для того чтобы его снять скорее всего придется открутить давно уже снимал менял ремень ремень грм поэтому сейчас не помню буду примерно говорить придется открутить сам генератор снять чтобы скинуть ремень дальше на многих видео я еще раз в интернете в памяти освежая вот если прошлый раз снимал я бы сейчас освежил и все четко придется снять подушку которая крепит двигатель левая подушка если по ходу движения машины здесь ремень грм находится слева не как у у всех автомобилей справа обычно он находится то есть крутится в эту сторону двигатель как и обычно вот так как ремень находится слева получается многие говорят что он наоборот крутится он наоборот не крутится просто ремень грм другой стороны ну и шкив естественно вот что еще нам нужно будет сделать перед тем как снимать шкив надо будет обязательно снять колесо вот это вот колесо под домкратить под домкратить чтобы когда снял подушку безопасности нет двигатель не упал вниз а потом уже при помощи домкрата выше ниже можно регулировать и ту же самую подушку снять и одеть туда-сюда он будет более подвижный вот ну сейчас все увидите сами а еще что хотел сказать есть у меня яма есть у меня возможность снизу подлезть но специально буду снимать постараюсь поменять ремень грм без ямы потому что ну многих людей ямы нет и возможно ли поменять без ямы вот сейчас мы это и посмотрим там у меня впереди места мало немножко поэтому ставлю откатники самодельные вот такие откатники и назад катну машину просто поставлю ее на нейтралку и катну назад не заводят ну и впереди поставлю второй откатник так зашел я в салон поворачиваю ключ зажигания видите все у нас нету загорелась гирлянда нажимаю на педаль тормоза перевожу рычаг в нейтральное положение ну еще буду толкать вперед все машина никуда не должна покатиться здесь у меня сразу освободилась куча места так впереди автомобиля приступаем к разборке значит поворачиваем вот эти два стопорных пластиковых не знаю как правильно зажима винта поворачиваем на 90 градусов 1 2 чехол снялся сторонку его далее отворачиваем крепление самой вот этой планочки по которой идут провода на катушке зажигания провода на генератор ну и на другие датчики все вещи спрятанных аккуратно в такой чехол эти это крепление вот 12 пока я вижу болтика на 10 обычно чтобы быстрее все это все происходило пользуюсь шуруповертом таким небольшим специально брал такой пробуем держит еще вот он болтик не идет сейчас помощнее поставим гаечка не бутика гаечка дальше пробуем самое главное забыл сказать надо отключить аккумулятор то есть скинуть минусовую клемму сейчас вот подумал что надо отключить замок зажигания ключ повернуть и сразу же вспомнил про аккумулятор вот это вот первая ошибка потому что не дай бог замкнет нужно и компьютер повредить автомобильный нужно и радио повредить неоднократно такие случаи случались поэтому отключая отключаем минусовую клемму аккумулятор у меня тут большой я его поменял после того когда японский закончился минусовая клемма в сторону болтик на место чтобы не потерялся продолжаем работу это кронштейн который крепит тросик тросик газа отсюда его все равно снимать поэтому открутим сразу вторую гаечку эту фасону кронштейн кронштейн тросик сторонку туда подальше его пусть там лежит дальше все вроде бы идет теперь нужно снять с катушек зажигания разъема здесь сбоку сбоку такая штучка видите нажимаете и все пошла теперь чтобы ее скинуть нам мешает вот этот вот шланг вентиляции картерных газов почему я говорил самом начале возможно придется снимать фильтр не хочет идти насильно на халюгу тоже не хотелось бы не идет придется откручивать фильтр чтобы открутить фильтр будут на таких вот скобочках открывать аккуратно потому что скобки бывают падают низ так и сзади еще раз еще одна и того 1 2 3 4 5 ну вот если это с учетом что это потеряно 6 штук у меня их 5 вот она в руке у меня осталось тоже кладу сюда остальные вроде на месте здесь ключ на 8 у меня есть видео на канале посвященная моей honda civic вот этот фильтр видите я его паял от тойота у меня был фильтр новый чистый тойотовский вот и чтобы как бы сэкономить деньжат я не стал покупать хондовский обрезал тойотовский и впаял его вот в эту рамку а тот старый фильтр хондовский вырезал просто-напросто и выкинул у меня есть видео на канале про это как я делаю все именно посвященные honda сам корпус к фильтра крепится одевается на вкус на впускной как правильно на дроссельную заслонку и понять 1012 и вот третий болт я попробую их открутить и вытащить если не получится придется вот этот ресивер снимать корпус отлично снялся видите вот отсюда он выехал эти болтики на месте остались то же самое его снимаю к нему ничего не подходит вот этот корпус вот из-за этого шланга его снял убираю убираю его стороночку снизу ведь ничего нет просто снял корпус и все что вот этот болт не потерялся я его не получается я его хотел сказать ставлю на место ладно пусть стоит здесь я думаю не должен выскочить потому что я вот этот ресивер трогать не буду все теперь у нас немножко освободилось все это дело будем пробовать снимать здесь вот со шпилек должно соскочить все вот она два со шпилек обязательно надо снять потому что эти шпильки находятся на крышке клапанов которые мы будем снимать поэтому вот так так теперь чтобы было удобно снимать крышку клапанов нужно перед этим снять 4 катушки зажигания вот один два три четыре естественно открутить 4 болтика на 10 причем на 10 обманул не 4 болтика а 4 гайки такие вот фасонные 4 гайки кладем на место вернее пока сюда кладем вытаскиваем катушки вытаскиваться должны легко и просто видите 1 теперь чтобы снять саму крышку клапанов нужно открутить 5 болтов вот здесь вот один вот он один два три 4 5 то есть впереди 3 и сзади 2 ну естественно убрать щуп он нам пока не нужен откручиваем головкой на 10 заметили поскольку разбираю понадобилась только одна головка пока еще то же самое помогаем болты не выскакивают сами собой они там шайбочкой как бы фиксируются внутри эти вот болты для чего нам нужно снять крышку клапанов а чтобы добраться до кожуха эти кожу сделан так вот вставляется сначала кожух а потом сверху крышка клапанов прикрывать чтобы сюда грязь не попадал до для надежности все открутили сейчас будем пробовать затаскивать снимать вернее крышку клапанов легко сорвалась рукой теперь тянем потянем вот на эти вот шпильки накручу гаечки для чего а потому что вот эта штука стремится видите вот здесь вот стремится запрыгнуть на нее ну и для того чтобы они не потерялись заодно и от катушек зажигания на место поставлю что у нас тут мешает что-то прям что-то прям колотит а колотит вон там вон речка которая не рейка вернее а кронштейн на которую крепится эти сейчас покажу я вот из-за нее скорее всего мне не поднять здесь вот видите вот два болтика вот один блок на 10 опять же вот второй блок на 10 и крепится к ним вот это вот рейка плохо видно треть руки как обычно не хватает вот это вот рейка вот она не рейка кронштейн вот мне надо тоже открутить которым крепилась нашего вот этот вот пластиковый кожух что деваться никуда придется откручивать шуруповерт не берет расслабили ослабили этот кронштейн не для крепления пластикового а для крепления воздушного фильтра так что мне бы никак не получилось оставить фильтр на своем месте потому что в любом случае рейку это придется пришлось бы снимать поэтому для того чтобы поменять ремень грм надо обязательно снять воздушный фильтр хотя казалось бы он стране находится лежит болтик есть руками я уроню его только дальше поэтому использую вот такую приспособу видите хоп место следующий болтик убираем скобочку вот видите вот она какая здесь вот она крепится движку а вот сюда крепится фильтр сейчас мы на место прикрутим а это же не отсюда болтики они у нас там остались на корпусе воздушного фильтра вы все подготовительные работы проведены да кстати можно нужно вот так вот еще здесь этот ключить эти вот так полегче будет и пробуем снимать крышка подалась легко так вот она она вот она нормально все кладем ее в сторонку далее значит ее моста масло кастрол 10 в 60 считаю его для движков которые прошли больше 150 тысяч а у меня движок прошел больше 150 тысяч наилучшим вариантом смотрю я на толкатели и вот кстати говоря вот толкатель рисочка покажу видите риска толкатели я думаю не должна быть но она есть видимость есть но она как бы не царапает и 2 еще у меня тут есть вот видите это так в общем то неплохо многие скажут масло масло нормально отлично все прокладка на месте я имею ввиду под крышкой клапанов которая была посмотрим по мягкости вроде она тоже неплохая помню менял не менял уже наверно лет 7 назад менял прокладку а может и меньше саму прокладку на на все таки меньше менял так вот мы видим изнутри ремень грм вроде бы неплохой так вот смотрю не трещина ничего нет но все таки подходит срок службы 90 тысяч и со стороны натяжного ролика отсюда идет такое посвистывание предательская то есть любой момент он может раз и заклинить раз заклинит ролик и сломаться не знаю может порой 3 мингры прорвет ремень грим клапана у меня встретятся с поршнями поэтому решил менять что касается подготовки снятия крышки клапанов все сделал теперь нужно снимать ремень натяжной вот этот натяжной ремень который крутит вернее натяжной какой натяжной ремень который крутит генератор и кондиционер кондиционер правда мне не работает давно руки не доходят будем пробовать по-хорошему то конечно надо было сначала открутить здесь все чтобы как можно меньше грязи в движок попадал хотя можно прямо сейчас одеть сверху крышку крышку поставил крышка залетела со свистом ну то есть легко вот поэтому я просто снимать генератор откручивать его там скорее всего не зуб перекручен и вот здесь наверху он является натяжителем да он там он смотрит барашек который натягивает снимаю самого генератора вот эту хотя надо не надо скорее всего может и не надо ладно открутим для начала вот эту гайку гайка наверно 4 не гайка болт цвет путаю не пойдет придется вороток брать не очень-то идет возьму вороток побольше такой длинный вороток к сантиметровой другое дело код другой стороны чего нас гайки нет нету просто отворачиваем идет достаточно легко с таким воротком отпустил зазор уже хороший теперь мне нужно ослабить ремень у тут бы конечно понадобилась яма ну сейчас посмотрим что можно сделать там внизу внизу генератора есть натяжной такое приспособление вот я не знаю сейчас засуну камеру сверху невозможно показать только на ощупь засуну камеру может быть что-то будет видно видите барашек вот этот барашек его надо крутить и натягивать или ослаблять ремень сам барашек связан с болтом который крепит жестко к скобки к натяжной которым должна ездить сам генератор ну поверьте мне через зеркальце посмотрел вот так вот так зеркальце засунул посмотрел не видно и всего вам не видно ну ладно одним ключом на 12 подлажу на ощупь болт идет достаточно легко так вот неудобно конечно тут нащупываю этот болт на 12 и кучу его как немножко ослаблю и потом барашеком который я показывал попытаюсь ослабить натяжение ремня который крутит и генератор и кондиционер то есть вот этого ремня посмотрите чтобы понятно было что я делаю не снимая колеса я вот под низ залез мне тут защиты нету отродясь не было надо сделать кстати вот он этот болтик или гаечки вот эти вот они которые я кручу сюда конечно виднее сейчас я попробую снять колесо потому что вот это колесо потому что без него конечно будет намного удобно ослабил я все четыре гайки сейчас тут поддам крачу и отключу до конца колесо на домкрате приподнял сразу масляный домкрат не заходил по высоте у меня такой я штатным домкратом приподнял за лонжерон а потом уже вместо где упираться должен нас ну там как вставил масляный так вот видите колесо от руки крутится значил легко можно открутить и снять сюда еще подставлю для страховки чурочку сейчас покажу вот видите под сам лонжерон приподнял еще чуть повыше колесо под сам лонжерон подставил чурку и чтобы она четко стояла я сейчас домкрат при отпущу об эти и у меня получается кузов лежит и на домкрате и на чурки еще не совсем об всего стоит плотно теперь можно с уверенностью откручивать колесо а этот домкрат я буду использовать для того чтобы приподнимать опускать двигатель когда я буду снимать его с подушек все колесо снято кладу его под машину чтобы она мне не мешала ну и все здесь нет будет очень даже удобно подлазить вот теперь мы здесь видим полностью весь механизм так чё у нас тут одна гайка да ладно сейчас мы отвернем гаечку отпустили теперь будем крутить вот этот барашек вот этот чтобы она сюда ушла и ремень у нас ослаб барашек скорее всего буду крутить сверху снимать не получится потому что места мало там барашек сделан видите сверху рукой можно крутить а внизу еще и шестигранник снизу барашка поэтому я сейчас его сорву ключом к рукой потом доведу болт немного приживел как грязи полно поэтому я его почищу и не смажу водой подождем минут пять сам ремень видите тоже уже не фонтан потресканный ну я думаю еще походит хотя лучше конечно было поменять все после смазки вы дышки вот отсюда сверху легко вы дышкой вернее легко барашек вращается вниз нажимая и ремень не ослабляется сейчас покручу маленько выкручу подальше ремень видите ремень ослаб принципе его можно уже скидывать но отключу еще чтобы потом одевать было легко то скинуть то я очень легко скину а потом начну крутить при одевании да конечно этот барашек это нечто то есть крутить его руками больно ключом подлазить ну сорвать можно а вот так чтоб крутить постоянно не вообще неудобно было бы там гаечка я бы сейчас трещотку накинул трек-трек-трек-трек вот так вот не гаечка время шестигранник открутил насколько смог видите пытаюсь снять ремень достаточно нормально найдет снизу немножко подлез вроде как вроде как скинул все освободил я шкив вот этот вот шкив темновато ремень брать его надо сам ремень надо сказать не в плохом состоянии поставлю еще пусть походит вот он наш шкив пока еще двигатель стоит на подушке наверно я его попробую сейчас сдернуть не сдернуть и открутить для этого мне нужен специальный ключ который вовнутрь шестигранный вот сюда тут шестигранник на 50 шестигранник сделан у меня еще с прошлого раза самодельный ключ единственное в чем не недостаток тонкой ручкой сейчас покажу вот он мой спец ключ самодельный вставлять его надо как-то так вот так вот и откручивать а чтобы откручивать видите он у меня немножко погнулся то есть вот это вот вот эта сама пластина оказалась недостаточно мощной для того чтобы удержать то есть откручивать я буду против часовой стрелки и вот эта пластина недостаточно мощная можно конечно и усилить а можно попробовать откручивать ключ подходит идеально сейчас берем отсюда грязь и попробуем все таки открутить без усиления я же прошлый раз как-то откручивал без усиления посмотрим будет груза вставляю ключ так он до конца не хочет входить грязи вроде бы нету так все почистил сейчас любимой своей выдышкой все полегче будет так вот так вот стало будем пробовать откручивать головка на 19 сейчас сделаем удлинители начнем крутить такую конструкцию сделал то есть упор и сейчас буду крутить что-то не очень идет надо сказать ладно вот только что вы видели пытался я при помощи рычага длинного нифига не смог открутить сейчас что сделал укоротил вот этот рычаг то есть вот он видите то есть не длинная вот сразу на головку отдел ставлю на место и сейчас вот сюда упрось вот сюда вот упрось ногой и попытаюсь подальше отодвину чтобы виднее было попытаюсь все таки ногой сорвать только вот таким способом при помощи при помощи ноги уперся хорошо так можно сказать глазах потемнело ну ка посмотрим от руки пойдет нет о пошла пошла родимая смотрите пошла ну слава богу что не пришлось 10 сваркой заниматься не пришлось ломать что-то все пошло так снимаем ключ спец ключ значит вот он подался вот он болтик такой небольшенький наверно 12 хорошо что я туда никого герметика не сую ничего так еще раз вот этот ключ который согнулся я не знаю больше он выгнулся меньше мне кажется такой же остался а почему он не вошел до конца вот понял я с этой стороны 10 сварочные наплывы я их срезал так вот и мы из-за этого не захотел заходить так теперь снимаем аккуратненько шкив и как все говорят и пишут там внутри есть шпоночка покажем если получится так вот она шпонка вот ее надо не потерять ну шкив можно сказать побалтывается да еще что хотел сказать перед тем как я его вот так вот открутил я наверно раз ну 30-40 ударной отверткой то есть вот этой вот ударной отверткой поставил ее на откручивание надел сюда головку на 19 и вот такими движениями удар 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 она тык 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 но я думаю что помогло вот сейчас надо шкиф снять шкиф вроде болтается идет не очень вот я его расшатал вместе со шпоночкой он слез покажу всем упачки он она шпонка внутри так шкиф сторонку и туда на место теперь мне надо будет снимать пластиковый кожух который закреплен свою очередь болтики на 10 вот я вижу 1 2 сверху еще не знаю буду откручивать скажу головкой на 10 опа тяжко сорвал два болтика открутил видите какие фасонные болтики надо не потерять и потом надо по высоте правильно подбирать их это вон видите один выше другой ниже следующий будем крутить снизу открутил три болта крышки пластмассовой грм больше не нашел перешел наверх а здесь не на 10 получается да ну да нет на 10 придется мне все таки генератор снимать потому что вот этот вот конштейн на котором крепится генератор он крепится к блоку двигателя здесь двумя болтами и там болт с торца как бы крепится и ремень грм никак мимо его не пронесешь то есть надо сам кронштейн вытаскивать поэтому снимаем генератор хочешь не хочешь надо снимать опачки до болт открутил теперь пытаясь его вы вытащить она не очень то получается видимо сначала нужно выковырять оттуда генератор такой вот мощной отверткой вот так я его генератор как-то не очень спешит вот они два болтика вот один и там ниже второй крепление этого кронштейна сейчас попробуем натяжное устройство я снизу открутил генератор генератор отодвинул и теперь мне легко будет подобраться болтиком болтам можно так сказать сейчас сорву я эти два болта головкой на 14 вот так и пока откручивать не буду потому что сейчас двигатель висит на этом кронштейн и все бывалка сорваны теперь нам надо будет что сделать теперь нам надо будет открутить вот эти вот 1 2 3 гайки снять поддерживающий кронштейн с подушки и перед тем как его снимать поставить под двигатель домкрат чтобы он мог выше ниже опускаться как сниму только этот кронштейн буду тот болт отворачивать который там с торца а этот болт чтоб не мешал что ли вот так немножко наживлю работаем отворачиваем эти гайки вот такой вот высокой головкой на 17 потому что низко не открутишь меняет мешает вот этот вот вот эта шпилька высокая она сделана высокая для того чтобы легче потом попадать было сейчас сорву их но откручивать пока не буду так вот 25 сантиметрового воротка не хватает 40 сантиметровый вороток ну вот сорвал все три гайки сейчас надо подставлять под двигатель что-то подставляем под поддон картера двигателя вот такой вот домкратик для того чтобы можно было если что будет регулировать подъем двигателю сильно не на регулируешься но тем не менее чтобы хотя бы не упал все домкрат стоит двигатель подперт теперь можно откручивать кронштейн подушки двигатель стоит плотненько теперь начинаем откручивать гайки крепления кронштейна легко откручивается от руки без всяких усилий потому что они были сорваны надо поднять все все три откручены хотя вот третья шпилька открутился открутилась не гайка а полностью шпилька попробуем вытащить снять кронштейн знаете обыска вот так вот вот так вот то есть сняли верхний кронштейн и получили доступ здесь вот гайка ой болт вот там с той стороны его отсюда не видно только на ощупь теперь надо его открутить ну и докрутить вот эти два которые перед этим откручивал тела 2 болтика вот они видны их ну сначала наверно кручу здесь потому что если те откручу здесь будет нагрузка он плохо будет откручиваться подлазить вот к этому болту сверху но практически невозможно во всяком случае головку я не смог одеть попробую с этим накидным на 14 не знаю хватит рычага нет сорвать этот болт вот этим ключом не справился коротковатый здесь у меня есть по длине вот такой ключ сейчас попробуем вот этим ключом пошло буквально длиннее сантиметра на 3 всего лишь уже рычага хватает чтобы сорвать все здесь что люблю японские машины нужно от руки уже крутить и сорвал болт и пошел вот он этот болт вытащить мне его не удается потому что мешает кузов поэтому надо крутить те два болта вот они вот эти два болта сверху также попробую ведь можно конечно и головкой а тут я уже сорвал я уже сорвал кручу рукой открутил второй болт что-то как-то легко не хочет сниматься наверное тут еще есть болт конечно вот с этой стороны еще один болт есть ой 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 как же мне откручивать теперь мешать будет тот нижний ну вот смотрите сумел я попасть на этот болт последний при помощи такого воротка попал как взял и приподнял двигатель при помощи вот этого домкрата опять же ненамного сантиметра на 3 ну этого хватило чтобы попробуем сорвать папа пошел так далее ну что открутил ее верхний болт так отсюда пальцы не подлазит наверное придется снизу верхний болт я вытащил вытащил снизу благодаря тому что я приподнял двигатель потому что если он был слишком низко был бы у меня просто кузов не дал бы не дал бы возможности вылезти вот с этой штуки с этого кронштейна сейчас нижний болт нужно сделать то же самое опа обнаружил здесь еще один то есть вот этот кронштейн значит спереди где выпускной коллектор прикручен на трех болтах вот я третий болт еще не заметил потому что вроде бы все откручено шевелю он не шевелится впереди на трех болтах и сбоку где подушка на двух болтах поэтому надо ослаблять еще один болт где-то в видеороликах я видел что чтобы добраться вот до этого болта снимают кожух защитный на выпускном коллекторе а я решил мне если такая длинная головка решил при помощи ее подобраться на 14 вот так все нормально все открутил сорвал вернее головку болта не головка сам болт чуть-чуть чуть-чуть не выходит а в принципе она мне не мешает это болт крепления генератора сейчас откручу третий болт который крепит кронштейн генератора и кронштейн крепления подушки кузова потом третий так значит впереди 3 открутил там один вытащил один у меня откручены надо его а теперь теперь у нас можно сказать болтается так теперь нам нужно снять чтобы снять этот кронштейн нужно скорее всего снять постараться вот этот кожух а он там еще на один на одном болтике волон болтик сейчас мне к нему легче подбираться так как кронштейна нету открутил я еще один болтик крепления кожуха этого пластиковых так вот теперь вот теперь теперь наверно придется снимать крышку и вот видите вот она как шевелится все теперь надо снимать крышку клапанов что я поставил меньше грязи полетела уже после нее снимать эти кожухи вот этот провод мешает не знаю что за провод еще датчик распредвала откручу я вот этот вот шланг мне тоже крайне тут мешает не хочу я на сильную делать все откручиваем шланг шланг это кондиционер крутил немножечко так раз его подогнул вот в этом месте ничего страшного зато я думаю сейчас будет хорошо сниматься кожух так заглушку резиновую сняли теперь бы там еще датчик этот отсоединить было бы вообще классно короче открутил я полностью кронштейн потому что когда он стоит на месте что-то делать вообще нереально вот он вот он кронштейн и вот еще раз покажу вот сбоку 2 видите 1 2 и здесь 1 2 3 вот этот почему-то до конца не был закручен 1 2 3 здесь 1 2 сейчас на место сюда вставлю болты которые отсюда выкрутил так стало здесь немного посвободнее что что нам поможет что нам поможет разобрать в этот раз 5 мешает вот тут датчик как он не кстати